Утренние сообщения гласили, что ночь в зоне конфликта в Баткенской области прошла спокойно. На месте курировать ситуацию продолжали полпредобласти Умурбек Суваналиев, глава ГКНБ Ташиев, первый вице-премьер Новиков, а в Аше совещание проводил глава Кабмину Лукбек Марипов. Пресс-служба ГКНБ заявила, что автодорога Ошисфана на участке Джака-Ойрык, а также дорога в местности Торт-Кючо, расчищены и открыты. Пограничные наряды патрулируют линии государственной границы, а в селах Кокташ, Самаркандек, Арка-1 и 2 и Бурбурдук военных нет. И все стабильно. Однако не прошло и часа, как стали поступать ужасающие сообщения от местных жителей, показавших, что соседи подгоняют тяжелую боевую технику к линии границы. Погранслужба подтвердила эту информацию, сообщив, что на территории Таджикистана в направлении границы зафиксировано передвижение военной техники. А после стало известно, что таджикская страна полностью перекрыла дорогу в местности Торт-Кючо, таким образом закрыв транспортное сообщение с Лейлекским районом. Через местность Торт-Кючо пролегает единственная автодорога Ош-Баткен-Исфана. Она связывает Баткенский район с Лейлекским. Ответвление этой трассы также связывает Анклав-Вурух с материковым Таджикистаном. Мы съездили в село Кукташ, сказали, что было соглашение. Позже таджикская сторона высыпала на дорогу гравий и закрыла дорогу в местность Торт-Кючо. Представители власти, откройте глаза, если нас захватят, вы ничего не будете предпринимать. Вчера я сам был в красной зоне в селе Кукташ. Передо мной наш танк обстреливали из гранатометов, минометов, но офицер не разрешал стрелять. И танкисты плакали, говоря, у нас нет приказа, мы не можем стрелять. А между тем в интернете появляются разные видеозаписи, на которых снято, как в кыргызских селах хозяйничают таджикские граждане. Дома кыргызстанцев, исходя из комментариев, намеренно разрушались и сжигались. Представитель погранслужбы нашей республики на сегодняшней пресс-конференции отметил, что не может подтвердить нахождение таджикских войск на территории кыргызских сел и какой ущерб им был нанесен. В интернет-пространстве распространяются видеоролики о разрушении домов. В настоящее время проводится работа специальных комиссий по исследованию и оценке причиненного ущерба. Но факт разрушения домов будет подтвержден только после того, как будет проведена специальная работа этими комиссиями. На данный момент я лишь могу утверждать, что государственная пограничная служба прилагает все усилия для мирного урегулирования создавшейся ситуации. Почти в каждом видеоролике с поля боя баткенцы отмечают, что ответных шагов на агрессивные действия таджиков наши силовики не предпринимают, так как им не дают команды на ответные военные действия. Едва кыргызстанские военные начинают отбивать назад участки и селения, им дают приказ не стрелять. И они занимают оборонительные позиции. Погранслужба к 12.45 уже официально заявила, что таджикские военные открыли огонь пожилым домам кыргызстанцев местности Аркалия Легского района. УВД области сообщило, что да, заложник, глава села Интернационал, все еще удерживается соседями в плену. К обеду сообщили, что погибших, по официальным данным, стало 33 человека. Кого-то уже успели похоронить. Жители не успевают прощаться с убитыми. Некоторые тела, которые получилось забрать с мест вооруженных столкновений, обернули в белый саван. Только ткани не на всех хватило. Других накрыли покрывалами. Великой умерли двое от огнественного ранения. Кулунду, это граница с Таджикистаном. Штационар, который находился по дороге, дорога одна, с той стороны Таджикистана, с этой стороны была больница. Я закрыл. И стационар перевел центр семейной медицины Кулунду, в центре. И там мы сейчас, той бригадой, к которой мы прилетели, и оказывают они операцию. Огнестрельное ранение. И девять скорую помощь в обезьянную клинику я поставил по всей границе. Сразу больных везут к Лунду и последующие у меня 60 километров из Фану. По приблизительным данным, беженцев из сел в очаге конфликта уже около 30 тысяч. Часть из них эвакуирована в Баткен, другие были вывезены в Лейлегский район. Одну часть женщин и детей получилось организованно расположить в зданиях школ и районных администрациях. Другие из-под обстрелов с вертолетов бежали в горы. В чем были? Без еды и одежды. Провели там уже как минимум двое суток. По словам главы Минздрава, который в данный момент, еще раз отметим, с командой врачей, находятся в непосредственной зоне боевых действий. Многих беженцев перекинули именно в Сфану Лейлегского района. Первая и четвертая гимназии, мечети стали для них пристанищем. Жители Лейлега забирают семьи по домам. Продуктов и предметов первой необходимости хватит на два дня, если не подоспеет дополнительная провизия. Жители сообщают, что в населенных пунктах нет воды и ГСМ. Я привез от Министерства здравоохранения и социального развития 54 тонны правовольств. Я знаю это. Это хватит на два дня. Я обратился президент, обратился всем, чтобы через вертолеты или через самолеты, чтобы оказывали продолжительную программу, потому что границы со всех сторон отрезаны. Здесь нету никаких чиновников. Я бы хотел, чтобы понедельник опять меня вызывает комитет по соцразвитию. Я хотел бы, чтобы мы провели этими депутатами собрание в городе Сфана. А тем временем ГУМ-помощь по линиям ЧЕС в тот момент уже везли, но объездными путями, так как дорога, еще раз напомним, была закрыта. Таджикская сторона завалила ее и препятствовала расчистке. Машина с продуктами и вещами сопровождал министр чрезвычайных ситуаций Бообек Аджикеев. Сегодня, по нашим подсчетам, имеется около 40 тонн груза. Еще дополнительно по 20 тонн для жителей Джалабада и Баткинской области. Все, что мы собрали, мы отправим в Великский район, села Колунду, Максат, Арка. Также хочу сказать, что много беженцев из села Арка выехали в Маргун. Еще два КАМАЗа отправим именно туда. Кроме продуктов питания, есть также медикаменты, постельное белье, палатки. Мы, конечно, будем стараться доставить все по адресам, но, по имеющимся у нас информации, несколько перекрестков закрыты. Из-за этого, скорее всего, доставим по объездным дорогам. А таджикская сторона тем временем, по поступающим сообщениям, продолжала наращивать военные силы. В половину четвертого дня погранслужба Кыргызстана сообщила, что в нарушении двусторонних договоренностей об отводе войск от границы в места их постоянной дислокации сопредельная сторона, напротив, стянула доп. военнослужащих и тяжелую военную технику к линии границы, обстреливая проезжающие кыргызские машины. Появилась даже информация, что обстреляли колонну с гум-помощью. Пользователи озвучили, что якобы есть убитые, а весь гум-груз забрали. Однако эту информацию опроверг зампол предобаткенской области Ирландца Парбаев. По его сведениям, груз сопровождением ЧЕС цел и в пути в Лейлек. Сейчас машина уже почти в Кулумду. Общий объем груза – 60 тонн. Воздерживаясь от агрессии, кыргызская сторона продолжила придерживаться общемировых принципов решения межгосударственного конфликта. Переговоры продолжались и сегодня на всех уровнях. Сначала в Кулумду возле КПП, Кулумду автодорожный, в районе села Интернационал. Их провели заместители глав МВД Сююна Мурзаков с его коллегой Назимом Ибрахим Зодой. Стороны вроде договорились о скорейшем наведении порядка, недопущении перестрелок и обеспечении безопасности граждан. Но как раз в это же время погранслужба информировал о стягивании таджиками дополнительной военной техники. К этому моменту, напомним, по телефону уже поговорили президенты Садрджапаров и Эмма Мали Рахмон. В ходе чего, как сообщалось, отметили приверженность всем ранее принятым договоренностям и взаимоуважению территорий и границ стран. В полпятого в Баткенской области начались переговоры правительственных делегаций по делимитации и демаркации границы. С нашей стороны, под руководством Камчебека Ташиева, со стороны сопредельного государства, глава ГКНБ Республики Таджикистан Сэмумин Ятимов. Ближе к шести часам вечера они сделали заявление перед прессой. У нас сегодня состоялся очень отформленный разговор, инициированный главами наших государств. То, что произошла трагедия на приграничных районах, она никогда не должна повториться. Потому что на этом участке живут наши народы долгий исторический период. Народы очень дружны, они особую какую-нибудь претензию между собой не имеют. Мы должны, политики, решать на правых основ все вопросы и дать возможность нашим народам жить в традиционном мире и дружбе. Сегодня, когда мы обсудили вопрос, достигнуты принципиальные согласия на решение вопросов в интересах обеспечения мира и стабильности на таджикской земле. Сегодня мы, уважаемый Савин Сатарович, в составе государственной делегации по делимитации демаркации встретились в Баттене и приняли протокол, состоящий из четырех пунктов, которые, как бы, в интересах двух стран. Да, сегодня наши народы, народ Кыргызстана и Кыргызстана переживает очень трудные времена, кризисные времена. У нас произошла трагедия, трагедия двух стран. Нам было очень тяжело в это время встречаться и провести работу, но, тем не менее, приняли полное решение о полном прекращении всех стрел и отвести все войска, находящиеся, все войска и воинские формирования, находящиеся вблизи границы, на своей местной дискатации, поставленной местной дискатации. Усилиями наших уважаемых соседей и нас, даст Бог, наступит полная тишина, мир и спокойствие в наших странах. Особенно при граничных районах. Главный пункт этого протокола повторяет вчерашнее решение о полном прекращении стрельбы и отводе воинских формирований, находящейся близ границы, на постоянные места дислокации. Сразу по итогам переговоров стало известно, что участок трассы в местности Туркучо-Баткенского района открыли. В ОВД области подтвердили, что машины проезжают беспрепятственно. Елена Яковлева, Владимир Кулбалдиев, НТС.